Всем привет! Здесь карты Таро ответят на ваши вопросы касательно негативного влияния со стороны других людей или обстоятельств. Ваш враг, что он или она замышляет, личный враг или же враг обстоятельств? Что против вас замышляет? Наступит ли судный час, наступит ли обратно для вашего врага? Что сейчас в жизни врага происходит? Какие у него там мысли? И что им мотивирует? Как все будет идти? Это расслабление. Мы посмотрим конкретно, детально, что у вашего врага происходит. И семерка меча говорит, что враг ополчился против вас. Он что-то задумал недоброе, неладное. Он несет какую-то беду в руках. Семь каких-то мечей. И следующая карта объясняет, почему. Ну вот, может быть зависть, может быть страх. Потому что четверка Пентакли — это зависть, это желание обогатиться, желание заработать себе вот этим грязным путем какое-то место под солнцем, покорить, желание показать, кто есть хозяин в доме, типа этого. То есть доминировать. Враг желает доминировать. Поэтому он вот и затеял это. И его мотивация, она чисто трусливая. Она чисто такая, что делает все, что может, только для себя и ценой других людей. Такая вещь. Третья карта здесь пятерка Пентакли. Но она описывает ситуацию врага сейчас. И это нехватка денег, это разруха финансовая, это буквально ничего не можешь себе купить, позволить. Это нехватка совершенно никаких финансов. Не хватает даже, знаете, заплатить элементарные вещи. То есть враг находится в такой вот тюрьме финансовой. И чтобы укрепить свое положение, чтобы где-то укрепиться, он вот затеял то, что затеял. Следующая карта шут, она показывает, что враг теперь у пропасти стоит. Да, вот как этот шут. И не знаю, что делать дальше. И когда плохой человек зажат, вот такие обстоятельства, когда не знает, что делать дальше, он теряет свою личность, свой статус, свое положение. Он, конечно, вытворяет чудеса, в кавычках, храбрости. То есть он ведет себя как бандит. Вот так вот ведет себя ваш враг, как бандит, как преступник. И что вам делать с этим? Ну, я буду дальше смотреть. Следующая карта — это Паш Пентакли. Это карта именно поиска, поиска решения, как вам выйти из этого положения. Но нужно, конечно, соблюдать, во-первых, свое психическое здоровье, не пугаться врага. Это первое. И есть много вариантов. И этот вариант, который будет вам удобнее и ближе, вы найдете, потому что Паш Пентакли — это тот, который ищет свои ценности, ищет свой выход от тяжелой ситуации, которая вам навязана обстоятельствами, плохими людьми, негативным воздействием. Вот все, все этой гадости, да? Потому что на земле силы есть, светлые и темные, и происходит вот эта борьба, люди вовлечены. А на самом деле это серьезная борьба. Следующая карта — это хорошая карта от королевы Пентакли. Она говорит, что есть ангел, который вас защищает от врагов. Вот этих врагов, которых я только что описала, вам нельзя бояться. Потому что королева Пентакли и Паш Пентакли — это вы, как Паш, ищите вот эту королеву-защитницу. Есть ваш ангел защиты, который убережет вас от всех ваших врагов и избавит вас от любых сложных обстоятельств. Следующая карта — это карта победы. Эта карта очень хорошая. Шестерка Жезлов говорит, что вы выберетесь из сложного положения, потому что королева Пентакли — это просто ангел. Кстати, королева Пентакли часто проходит как Архангел Гавриил и Рафаил. Два ангела. Рафаил это исцеляет, Гавриил приносит хорошие новости, и будет победа. Эта карта победителя — шестерка Жезлов. У вас все получится, вы пройдете трудности, вы защищены от негатива. И все враги, конечно, они исчезнут, потому что Десятка Меча говорит о том, что не будет больше врагов, потому что за их дела им будет обратка, грязные дела, в кавычках дела. Если человек хочет жить за счет другого, ему нет, ничего у него впереди нет, потому что Высшая Сила видит и не позволяет это делать. Поэтому такому человеку идет обратка. Вот все мечи, которые были направлены на Вас по первой карте Семерки Меча, по Десятке Меча он получит назад и еще больше. Вам нечего абсолютно бояться. И Тройка Меча говорит еще об одной обратке. И это обратка такая, которую посылает Творец для того, чтобы враг мог увидеть, как он плохо делал для других. И смог покаяться, смог избавиться от своих же злых действий. Но всегда Творец посылает обратку только для одной цели, для покаяния врага. Поэтому обратка будет сильная, мощная, она просто пронзит сердце. Это очень серьезный расклад, конечно. Много очень таких мощных карт показывают силу природы на защиту Вам, и силой природы, которая сбрасывает в себя врагов. Видите, следующая карта, она показывает, что еще вот здесь душа, которая страдает, да? Потому что такая карта ночная, когда что-то не так идет. Может быть, это Вы, Ваша душа страдает, потому что кто возместит страдания, горе, слезы? Кто возместит страх? Ведь это не восстанавливается. Поэтому у Вас может присутствовать вот это чувство отчаяния еще какое-то время после этой борьбы с врагом. Вам нужно исцелить свою душу, свое сердце. Для этого нужно время. Высшая сила даст Вам награду, потому что колецо фортуны — это перемены вашей жизни. Это награда, которую Вам пошлет высшие силы за все страдания, которые Вы перенесли, за все нападки, за все негативное влияние, за то, что пришлось отбиваться от врагов, пришлось Вам пройти трудности и опасности, какие-то опасные повороты в жизни были. И эта карта колесо фортуны — это старший аркан, первый в этом раскладе, и нот, второй, там еще и шут. Я о шуте уже говорила. Старший аркан колесо фортуны вышло после карты страшного кошмара. У Вас будет исцеление души. Душа круглая, вот как это колесо. У Вас будет исцеление сердца. Вот увидите, даже после этого расклада Вы магическим образом будете чувствовать себя намного спокойнее, намного лучше. Будете уверены, что у Вас будет все просто замечательно. Ваши трудности уже практически закончились, и впереди у Вас колесо фортуны — это реализация Вашей мечты. У Вас начнутся какие-то планы, пойдут дела, здесь появятся деньги, интересная работа, и жизнь забьет ключом. Но я хочу сказать, что последняя карта — это совет, да? Это совет, который показывает вот дьявол, сатана. И когда все закончится, и Вы почувствуете, что теперь жизнь возрождается, Вы должны знать, что планета, наша земля, она сейчас переходит на новый уровень, на новый уровень, где четвертое измерение входит в нашу жизнь. А четвертое измерение — это когда невидимый мир становится видимой. И в невидимом мире, точно так как в видимом есть и светлое, и темное, и добро, и зло. И вот это все вышло на поверхность. И теперь вот сатана, он показывает Вам. И теперь уже Вы не будете бояться, потому что страшно, когда не видно, непонятно. Поэтому все, кто перейдут в четвертое измерение, не будут бояться больше никаких неизведанных сил, потому что все видно. Добро к нему присоединяемся, зло от него уходим, не даем возможность нами завладеть. Да, будет видно. Вообще эти духовные глаза, которые сейчас возрождаются, потому что мир возрождается, приходят на четвертое измерение. Я уже не раз об этом говорю. Это новый порядок, это четвертое измерение. Теперь сатанинскую силу, темную силу, злую силу будет видно воочию. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, плохо, потому что к этому надо привыкнуть. Но хорошо то, что можно будет от этого уходить, потому что видно, кто есть кто и что есть кто. Вот поэтому не нужно бояться этого сатану. Он путем страха, там энергия очень низменная, она слабая, и ее можно будет победить. Потому что колесо, десятая карта, это свет, который побеждает тьму и и показывает то, что вы выйдете из сложностей, из трудностей, вы под защитой у высших сил. И да, теперь невидимый мир виден, поэтому мы еще и не раз будем видеть то и другое, злое добро, все вот это на земле есть. Но теперь уйдет главное, уйдет страх. А если уйдет ваш страх, вот эта дьявольская сила, она вообще не сможет к вам прикоснуться. Потому что страх это щит, это защит, вернее, не иметь страха, это защита, это щит от страха. Так вот, вы перестали бояться, это терапевтический расклад. И теперь силы зла не смогут вас трогать. Это тоже заговор. Заговор защиты от негатива, любого сглаза, порчи и даже родового проклятия. Здесь вы защищаетесь от влияния любых злых сил на всех уровнях и возрождаете кристаллическую решетку своей счастливой судьбы. Вот такой расклад, мои дорогие. Пишите в комментариях, как вам расклад помог. Ставьте лайк, если вам не трудно. Это ничего не стоит. Также не стоит ничего поделиться с друзьями этим видео, потому что видео целебное, и оно пришло к вам без оплаты. Поэтому делитесь с друзьями. Ну что ж, желаю вам счастья, и я знаю точно, что мы скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч, друзья!